Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию инструкцию, как организовать работу с Google сайтом на примере сайта визитки. И в качестве примера я покажу вам сайт одной из уже выпускниц нашей школы, Киселева Екатерина. Вот ее сайт, можно обратить внимание. Как мы видим, данный сайт является одностраничным, то есть состоит всего из одной страницы. На сайте размещена информация о девочке, о ее увлечениях, планах на будущее. Также Екатерина добавила картинки с изображением тех книг, которые ее вдохновляют. И добавила фильмы, которые помогают ей отпечиться, то есть встроила видео. И сейчас я предлагаю более подробно уже, как раз таки по примеру Катиного сайта, создать свой сайт. Каким образом мы это делаем? Мы переходим на страничку Google. Самое главное, заходим в свой аккаунт. Дальше в правом верхнем углу нажимаем на кнопку приложения Google. Вот эта кнопочка, да? Нажимаем на эту кнопочку. При нажатии данной кнопки мы получаем доступ ко всем приложениям Google. Далее находим сайты. Нажимаем. И выбираем подходящий нам шаблон. Шаблоны мы можем выбрать изначально из тех, которые нам представлены. Либо можем нажать на галерею шаблонов и откроются все те шаблоны, которые нам доступны. Можно их посмотреть уже. Так как мы с вами создаем сайт портфолио, соответственно, я выбираю портфолио учащегося. У меня загружается данный шаблон. И теперь с этим шаблоном, то есть вот мы видим, да, загрузился и прогрузился весь шаблон. С этим шаблоном я могу уже работать. Изначально я меняю название. Если мне необходимо изменить тот текст, который уже есть, я просто-напросто его выделяю. Или же ставлю курсор в конце текста и удаляю то, что мне необходимо. Ну, например, у меня будет портфолио Снегурочки. Так как сейчас, да, уже буквально осталось чуть-чуть до Нового года, настроение предновогоднее. Далее, ваше имя я меняю тоже. Также, допустим, Снегурочка. Текст, саму портфолио учащегося. Я данный текст могу либо оставить, изменить то, что мне необходимо, либо удалить ненужное. Оставить, к примеру, просто портфолио. Или же я могу просто-напросто его полностью удалить. Для этого я его выделяю. У меня появляется окошечко, в котором есть кнопка «Удалить». Нажимаю «Удалить» и у меня исчезает. Далее, данная картинка мне не очень подходит для моего сайта, поэтому я могу ее изменить. Для этого внизу под картиночкой слева я нажимаю «Изменить изображение». И я могу изменить его двумя способами. Либо я его загружаю с компьютера. Для этого выбираю «Загрузить». Выбираю изображение, которое мне необходимо. Его открываю. Вот оно у меня появляется. Далее. Или же второй способ, который может быть. Это я выбираю, опять же, изменить изображение. Выбрать изображение. И тогда, если, к примеру, либо я его ищу, да, или же, допустим, оно у меня может быть есть на диске. Тогда я выбираю его из диска и нажимаю кнопочку «Выбрать». У меня оно также появляется. Далее. Далее. С изображением, да, которое на страничке мы разобрались. Следующий блок – это непосредственно блок, который мы рассказываем о себе. Либо, если это у нас, скажем так, сайт для проекта, для нашего, для кого-то, да, соответственно, мы рассказываем о целях, задачах, да, об актуальности нашего проекта. И в данной рамочке мы как раз-таки описываем то, для чего он нужен, либо рассказываем о себе. Опять же, текст мы выделяем, все ненужное, и печатаем тот текст, который необходим нам. Например, да, Снегурочка. Вот, ненужное все тогда мы убираем. Можно это повыше сделать. Далее. Мы можем добавить текст, да, в видео внизу у нас еще есть блоки. Если нам что-то необходимо, мы можем еще дописать то, что нам необходимо. Далее. Можем добавить достижения, которые у нас есть, то, что мы хотим. Если нам этот блок, опять же, не нужен, да, полностью весь, мы его можем либо удалить, да, если он не нужен, либо можем перенести, если он нам где-то, где-то в другом месте понадобится. Далее. Сильные стороны. Опять же, я описываю те личные качества, которые у меня есть, да, либо те сильные стороны, которыми я обладаю, на мой взгляд. И так же могу добавить картинку. Опять же, либо я ее выбираю из тех файлов, которые у меня есть, либо я ее, да, загружаю. Или выбираю из тех файлов, что есть. И так же указываю цели. Цели я указала, и так же добавляю картинку. Либо загружаю, либо выбираю изображение. Далее. Когда я это добавила, если вы обратите внимание, то изначально в шаблоне все больше ничего у нас нет. Поэтому мы можем добавить самостоятельно то, что нам нужно. А текстовое поле, например, у нас одно есть. Поэтому здесь я могу, к примеру, написать книги, которые мне интересны. Помимо этого я это могу выделить. Сделать как заголовок. И, к примеру, выбрать выравнив по центру. Далее, после этого я могу разместить какие-либо картинки. Для этого я выбираю изображение. И опять же, загрузить. Если это на рабочем столе, то я выбираю, да, и загружаю какие-то изображения. Допустим, картиночка будет. И загружаю изображение. Или же, если эту картинку мне нужно найти в интернете, то я также нажимаю изображение. Выбрать. И уже указываю поиск картинок. И, соответственно, тогда указываю эту книгу, которая... Либо книгу, либо картинку, которая мне нужна. Пусть, например, у меня это будет такая картиночка. И я ее выбираю загрузить. Вот она у меня добавилась. Картинка у меня добавилась следующим разделом. Если мне необходимо, чтобы они были рядышком, то я просто-напросто ее переношу, чтобы они были вместе. Далее. Это что касаемо изображений. Помимо этого, мы можем добавить также видео, встроить видео. Но если вы обратите внимание, то вот, в принципе, у меня закончился шаблон, как бы поля закончились. Что я могу сделать? Я выбираю текстовое поле. Вот у меня оно добавляется. И, к примеру, я добавляю мультфильмы, которые мне нравятся. Это может также сделать ребенок мультфильмы, которые мне нравятся. Далее, следующим моментом мне необходимо добавить видео. Я предварительно видео нашла, которое мне нужно. Дальше я выбираю встроить. Копирую ссылочку. Ctrl-C. Вставляю Ctrl-V. Оно загружается. И я нажимаю вставить. Вот мое видео добавилось. К примеру, я еще хочу, да, одно видео, чтобы оно у меня было не одно, а было несколько. Снимаю выделение с видео. Выбираю опять же встроить. Ctrl-C. Копирую. Ctrl-V. Вставляю. И нажимаю вставить. Видео у меня так же, как изображения, расположились одно под другим. Поэтому я просто-напросто подвожу к видео. Курсор приобретает форму крестика. И я его переношу, чтобы мое видео было на одном уровне. Вот мои мультфильмы также они добавились. Далее, следующий момент. Если мне нужен текст, который у меня над видео, да, как у меня сейчас, был не просто текстом, а, к примеру, был заголовком, то я его выделяю как заголовок и также выбираю выравнивание и меняю. То есть вот, достаточно просто это все делается. Далее, если мы работаем не одни, а с кем-то, допустим, с коллегой вместе, либо работаем с ребятами над созданием какого-то одного сайта, то тогда нам необходимо открыть доступ тем людям, которые с нами вместе работают. Вверху у нас есть кнопочка «Человечек» и «Плюсик». Да, с «Плюсиком». Нажимаем на эту кнопочку «Открыть доступ» и далее выбираем. Ссылки, да, здесь нажимаем «Изменить». Итак, изначально мы его, сайт наш еще не опубликовали, мы только работаем над ним, над созданием сайта. Поэтому черновик, видим, да, и доступ ограничен. Мы нажимаем на доступ и смотрим, кому он будет, наш доступ доступен, как бы разрешен. Можем выбрать доступным пользователям, у которых есть ссылка. Тогда, соответственно, пользователи, у которых будет ссылочка, кому вы ее дадите, передать вы ее можете в социальных сетях, можете в ваших группах, можете в скайпе, в дневнику, где угодно, да, они могут уже редактировать. Все, мы нажимаем «Готово». После этого мы копируем нашу ссылочку, Ctrl-C опять-таки, и эту ссылочку мы можем уже передавать кому угодно, да, и с тем, с кем мы работаем. Вот на этом мой мастер-класс окончен. Спасибо за внимание.